15 июля в Казанском федеральном университете завершится прием документов от поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, а также испытаний творческой направленности на такие направления как дизайн и журналистика. В этом году для зачисления на бюджетные места абитуриентам необходимо предоставить оригиналы документа об образовании до окончания срока приема. То же самое касается и согласия на зачисление. На сегодняшний день подано более 100 тысяч заявлений в ВУЗ. В целом более 20 тысяч абитуриентов уже воспользовались нашим личным кабинетом для подачи документов, суперсервисом для подачи документов. Через суперсервис подано более 44 тысяч заявлений. То есть это большое, довольно-таки количество. Это практически половина от всех поданных заявлений. Мы видим то, что этот трек хорошо был популяризирован среди выпускников в школу и он удобен для выпускников этого года. Вступительные испытания проводятся как в онлайн, так и в вочном формате. Но, как показывает статистика, чаще всего студенты выбирают первый вариант сдачи. Это не значит, что онлайн-формат дает послабление для прохождения вступительных испытаний. Платформа Казанского федерального университета предполагает сдачу экзаменов с применением прокторинга. Это умная система, которая самостоятельно отслеживает движения глаз, головы и рук человека и заносит все нарушения в систему. Там уже процедура контроля переходит в руки комиссии. Именно она принимает решение, легитимно ли были выданы замечания системы. Далее уже отклоняет или принимает результат по прохождению вступительных испытаний. С нашей стороны мы постарались исключить абсолютно все какие-то моменты острые, об которые могли бы споткнуться абитуриенты, поступающие, подающие документы. Но, тем не менее, ошибки присутствуют. Массовая ошибка в том, что абитуриент не читает информацию, которому предоставлено. Допустим, есть такие комичные ситуации, что абитуриент подписывает заявление о приеме и тут же видит кнопку подписать, но не читает то, что это подпись заявления об отзыве заявления о приеме. И, по сути, за одну минуту он и подает, и забирает документы одновременно. Остался один день для того, чтобы подать заявление на те направления, где предполагается прохождение вступительных испытаний. Это можно сделать через социально-образовательную сеть Казанского федерального университета «Буду студентом», лично посетив приемную комиссию Казанского федерального университета по адресу улица Кремлевская, дом 35. Она работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера. Также документы принимаются через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Алина Красильникова, Фаридзе Хитуглы, Универньюз.